по счастливой случайности по счастливой случайности дверь голубят не было открыто иначе вот этот голубенок вот он это 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 от черного чубатого голубя но видите уже бог порванный по моему виска крови по счастливой случайности он не разбился на смерть и вот наверху зацепил вот она этого песку я еще не знаю как он у голубка вот одна грязь и его черного чего там либо чуть больше двух месяцев чуть-чуть и спрятался здесь вот на зацепил по полной на кровь видно у него нас будем зашивать ну что чуть-чуть посмотрим что с тобой ну что что долин бегаешь ты от меня что стыд и так от меня бегаешь и спасать хочу сейчас на паузу поставлю тогда друзьям и прямо шевел в окно ты бы красавчик с боевым крещением тебе на парал но тут не зов тут шея были неудобно нам снимать и показать сейчас посмотрим что с тобой ты мой родной краса а и за крыло тоже походу зацепил ну голуби еще летают голуби еще наверху вот этот ублюдок именно за пескуном и погнался вот они там три и кто-то садится еще там есть еще должны быть как бы а ну это вот старика сын который вернулся тоже летает как там у нас говорили у соседей где-то сидел не в соседней комнате как бы как бы вот так на четверых движущей паспорта так тут не до камеры было камеру взять посмотреть или снимать я просто с сыном стояли на улице на улице и резкость пикета начали падать его там пескуна зацепил как зацепил у него поймал и все равно же этот шпингалет вырвался у него но это же кайф друзья мои реально кайф как бы вот так ну голуби как всегда мы всегда на улице кстати время уже 6 час у нас обычно как говорят копчик рано утром атакует когда он голодный потом он играется он не голодный дорогие мои он в любое время атакует если у него есть шанс он всегда будет атаковать а если шансов нету ничего делать не будет на этом наверное закончу я кончу ну буду шпингалетика своего спасать кстати это тоже из тех шпингалетов которые я должен подарить вы представляете голодный боевой вот зеленый кольцо на правой ноге должен быть как бы голубка но может и голодным быть где-то спрятался опять спрятался где спрятался так его вместо водится ну чисто случайно дверь была открытой потому что мне были случаи когда голуба дверь просто насмерть разбился сам сам падал соседский огород сугроб а голуба дверь разбивался ну сейчас его повезло так и не мог его повторно догнать и зацепить очень красава одним словом на паузу поставлю буду его лечить друзья мои на первый взгляд вроде было ничего да вот теперь смотрите вот здесь порвал то есть это один коготь 2 коготь он воткнул сюда дырка это я уже перекись обработал сейчас буду зашивать то есть вот она вторая дырка и вот третье вот шею откуда не вот она порвал полностью но видите форточка целых видно там то есть он сверху пикировал прямо за голову его взял но голубь успел вырваться и камнем домой короче теперь в таких случаях что делается таких случаях значит выщипаем перо вокруг раны и начинаем дергать не сначала а сзади вот прямо вот сзади вот вытаскиваем выдергиваем то есть очищаем как курей вот вообще обшипываю да вот эти да то есть сзади берете и перед то есть на легко снимается потому что если вы сейчас возьмете с края вы порвете кожу то есть он и так раненый то есть освобождаем место то есть полностью вот это да пера освобождаем во первых мы тут видим что будем зашивать то есть вот я знаю что вот отсюда сюда буду зашивать отсюда сюда вот она шкура вот то есть отсюда туда буду тянуть зашивать. То есть, буду штопать. Там буду штопать и здесь буду штопать. На это процедура будет долгая, я как бы не буду. Я сейчас пока на паузу поставлю. Значит, после того, как я зашью, то есть, ну, первоначально, еще раз говорю, перекисью, перекись водорода обрабатываем, чтобы, потому что хищник, он в любом случае берет первую очередь больную птицу. Не очень часто в когтях находятся заразы, вертячки, сальмы, а тут непосредственно попадание в кровь. То есть, это, ну, вот, то есть, вирус заходит как бы в кровь. Поэтому очень хорошо надо обрабатывать эту рану. Иначе голубя вы как бы зашете, а его не спасете, он потом будет болеть этот голову. Поэтому еще раз внимательно, четко обрабатывать, несколько раз обрабатывайте перекись, она пенится, выходит, ватные эти тампончики, почистили, опять-то наливаете. После того, как уже все зашили, будем мазать вот это, да, ватными палочками, винилином и в голубя от неба пушу, будет все нормально. Ну, пока на паузу поставлю, я сейчас буду зашивать его. Да, вот, друзья мои, вот смотрите, настолько спокойно лежит она. И настолько я спокойно. Вот я оперирую и кофе пью, и курю. Так что, бояться ничего не надо. Ну, как говорится, глаза, говорит, боятся, а руки делают. Значит, тут я уже защил, осталось последний штрих, просто последний шов я покажу, как надо будет делать. Значит, вот она, на принципе, вот. Видите, значит, иголку где-то пару миллиметров от края проткнули и с этой стороны так же пару миллиметров от края. то есть, прошли и делаем узелок. Так, она сама уже поддается. То есть, вот сделали так, раз, так, раз, все. После этого, ну, где-то миллиметров 5 оставляйте край, 5, ну, может, сантиметр. И отрезаем. Значит, тут уже все готово. Значит, остается у нас, что, винилень. Вот он. Значит, берем. Тут у меня, у него аж от самого клюва пошла вот эта рана. Вот она. Швы тут 5 или 6 швов здесь стоит. Значит, винилин. Значит, намазывали. Так, значит, здесь у него один шов пошел сбоку. Вот тут один. То есть, почти ничего не видно. Настолько уникально опираться. Ну, здесь много. здесь, по-моему, то ли 7, то ли 8 швов я поставил. Вот она отсюда вот пошла. Вот, 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 вот до самого, вот до сюда. Вот так он его разорвал. гаденыш. Маленького ребеночка. вот так, дорогие мои. Еще раз говорю, бояться ничего не надо. я таким не родился. Я такой же был, как и вы. Ну, просто, когда от вас уходят любимые, вы же не можете просто так смотреть. Приходится делать. Вот я так научился, значит. Кантелярский, но это резинка, которую я показывал. да. Ну, сейчас резинки снимаем. Резинки снимаем. Все, уже готово. красава. Поставь на паузу, я пойду голубять. Так, друзья мои, ну, у меня толпа еще сидит. Еще и не зашли. Вот там все голуби. Ну-ка, два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, там, вот здесь еще два, четыре, пять сидит. Там, по-моему, сын моего старика, еще один кто-то сидит, который недавно прилетел. Ну, голубять закрыта как-то. Ну, да, он еще на крестовеле сидит. По-моему, голубка одна скучает. Он уже справится. Так, ну, и вот он, красавец мой. Как бы, все четко, все нормально. Так что, не боитесь, дорогие мои, а делайте. Все приходится как-то учиться. Надо учиться. Я еще раз говорю, я таким не родился. Я такой же обыкновенный человек, как и вы. У меня нету даже медицинского образования. профессия строительная. Да, я закончил архитектурно-строительную. Слушай, ну, приходится. Жизнь заставляет научиться. Так что, учитесь. Не побоитесь. Спокойной ночи. Друзья мои, значит, ну, время уже, кто-то пытается садиться. Время уже восемь часов. Эти чудики никак не спустятся еще с кристаллина. И вот смотрите, что интересно было. Значит, голубенок ушел от Сапсана, зашел, я его зашил. Буквально вот, ну, вышел с Хачком по телефону разговаривал, мне Линда начала себя разорвать. Прямо в углу кот стоит. Хочет голубей поймать. Не дало у них нормально спускаться. Понимаете? Ну, вот, понимаете, ну, это, это вот закон природы. Знаете? Не копчик, так кошка, не кошка, так болезнь, не болезнь, так ветер. Ну, к сожалению, так, но не может все оставаться. Понимаете? Вот это за пару дней двух пескунов нету, нету. Даже, ночью с боем садится. Это кто такой? Да. Двух пескунов нету, из тех, которых, ну, больше всех, вот, и Зарчика нету. И нету этого, красного, рыженького пескуна тоже нету. Двоих нету. Ну, копчик их навряд ли смог взять, пропасть не могла эта птица. То есть, остается что? Что по песнями? Ну, есть еще и такое, понимаете? Когда пешеходы, которые не летают, да, с ними проблем нету, так они до крыши не поднимаются. Ну, а голуби, которые время показывают, ну, они же не всегда там рано садятся. Ну, раз там прямо в темноте садятся, ночью садятся, мыкаются, пыкаются. тут еще такое, чуть-чуть удача нужна. Не то, что там, как у нас, говорит, по-любому копчик возьмет. Да нет, по-любому копчик не возьмет, понимаете? Ну, просто есть еще такая, чуть-чуть фарта нужна. Что голубям, что копчикам. У кого будет фарта, тот не возьмет. Не будет у копчика фарта, голубь уйдет. Или наоборот, да? Не будет у голубя фарта, копчик ничего не сделает. Я точно так же, вот как сегодня вот эта черно-чебатенька, точно так же в прошлом году еще хлеще, не позапрошлом году, был еще хлеще голубь, да, голубь. Ну, этот-то Пескун, тот был уже голубь, парковал, там уже готовый, чили цветный. Тот-то дверь разбился, потому что дверь был закрыт. Был бы дверь открытый, и тот бы не сдох. Понимаешь, выжил бы. Понимаете? То есть, чисто вот такое. Но эти даже при темноте будут бить. Сейчас я попробую, начнут садиться, покажу, как они даже вот с крестовина будут спускаться, они будут бить. А, это из пешалок. Из пешалок, это не взрослые. Он там что делал, не знаю. был бы на крестовине. Давайте нос. Четики. Мыкается, мыкается. Не знаю, видно, не видно. Сейчас потянем. Да нет, ничего не будет видно. как зависает. Вот так начали садиться. Это одноперый голубка, по-моему, да. Одноперый голубка. Вот на месте голубки кот так распрошел. Что-то она не сыграла, а должна была. сейчас по паузу поставим, подождем, кто-нибудь другой спустится. Покажет, наверное, будет. Ну, бить будем. Я обратно пошел не вовремя я включу. И вот то, что я говорю, что с хорошей птицей очень много возни, друзья мои. Приходится так часами стоять, ждать, чтобы они зашли. Не так, что просто. Ну, это, кстати, хорошо, что еще черных нету никого. Они вообще бы пахтели. Ну, то есть, родственных голубей почти. Это молодые, по-моему. этот один из от красноперой щейки. Старый, может, хачиковский, потому что без этих белых не знаю. То есть, не по-старому. Старая вот одна перая была, но она что-то без боя. И перед этим ходили с боем. Погода она сейчас тоже будет, наверное. пахтят. Никак не могут. Собака бестолковая эта пиздец. Ой, извиняюсь за ровнение. Бестолковый. Ну, все. так приходится. Часа не стоят, не ждать. Ну, все так просто, друзья. Вот так она просто поставила. Вот так они пыхтят. Не, наоборот, по-моему, вверх один. Решка, резка, резка тебя скинут. Да красава. И старже. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Не тут ножки. Не все сыграли, но они и все спокойно ночи все уже кури моих и цыпа 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 давайте в голубят нет хороших же и так вам до хрена свобода досталось вот так дорогие как я тебя заштопал четко теперь точно спокойно